Добрый вечер, милые дамы и уважаемые господа. Здравствуйте. С вами Светлана Амельян, Наталья Некрасова, соавторы проекта «Изба вязания», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины. А сейчас мы хотим рассказать о том, что у нас стартует курс машинного вязания четвертый месяц. Я считаю, что этот месяц это как бы вот показательный, это переход от младшей школы к средней школе, я бы сказала, правильно? Да. Вот что можно рассказать об этом? Там мы будем начинать вязать простые изделия классические. Отрезной рукав. На основе отрезного рукава строятся все остальные выкройки, поэтому не надо думать, что это слишком просто и не надо думать, что это слишком сложно. Это необходимо. Причем наш курс посвящен именно женской фигуре. Куклы на нем запрещены. Мы будем вязать исключительно на себя, потому что вязать будем не вот то, что вы видите на экране, меня в этом осеннем джемпере вязать, все будут то, что они хотят. То есть если есть какая-то давнечная мечта, мы ее свяжем с вами на четвертом курсе. Вязать будут девочки на свой размер, своей пряжей, со своими узорами, со своей бута облегания, со своей длиной, но ориентируясь на наш урок. Поэтому получим давно запланированное изделие, качественное, с отличной посадкой. Потому что именно посадке посвящен вот этот курс женской фигуре. То есть мы мальчиков прошли, сейчас будут женщины, потом будут девочки, потом будут у нас мужчины. Всех за год мы должны будем одеть, причем красиво одеть, качественно и по форме тела. Потому что для многих это неожиданным становится, но мы все с вами разные, у нас нет одинаковых тел, и то, что мы приходим в магазин и не можем ничего купить, это не то, что мы такие кривые косы, это в том, что продаются усредненные вещи, то есть не на кого. Мы будем вязать на себя. Знаешь, как говорят, чтобы тебе хотелось раздеть, нужно быть сначала красиво одетым. Ну и в этом курсе у нас будет несколько уроков, которые, значит, первое это основное. Они все посвящены женской одежде, потому что, ну вот как раз то, что я вам говорила, все женщины разные, и если мы на каждую из этих пяти дам одного размера, все женщины имеют один размер. Вы видите, они все одной ширины, но фигуры у всех разные. А когда идем в магазин, они все будут мерить одну вещь. Ну, знаешь, ширину можно мерить по бедрам, можно по груди, можно по талии, да? Вот я вижу, что все они одинаковые по бедрам. Они все одинаковые. Нет, ну вот по груди и по плечам, да, по плечам, ну плечам плюс-минус. Ну плюс-минус, практически один размер, они не сильно отличаются по ширине, но зато насколько разные фигуры. Куклы запрещены, Анна Николаевича. Да, это единственная куртка, где они запрещены. И каждая женщина должна иметь свою личную одежду, своего размера, своей длины, своей ширины, своим городом. Не усредненно, я бы сказала. Потому что усредненное, это, понимаете, вот, да, когда-то в школе, и вот дети, подростки, они хотят быть как все. Вот они ходят все в черном, все в шапках бине, с босыми ногами. Они все-таки на свой размер одеваются. У них образ, может быть, одинаковый, но качество одежды, они хотят иметь достойное все равно. Второй урок – это круглые горловины. Это один из отчетов, которые нам присылают. Мы сейчас проводим конкурс по отчетам. Девчонки, там я читала комментарии, уже соревноваться, уже понятно, кто победит, да, но смешные силы нет. Дело-то не в том, понятно, непонятно. Дело в том, чтобы принимали участие обязательно. Тогда будет к чему тянуться, к чему стремиться. Так вот это один из вариантов отчетов. То есть вы видите, сколько много можно просто круглую горловину, какими способами. Это вот основные способы оформления. Но на них можно как бы развить их еще в какие-то варианты. Но почему мы провязываем все, не одну провязываем, а все остальные? Потому что если вы не знаете, что есть 7 основных там вариантов, вы никогда их не узнаете. Вы будете все время все свои изделия провязывать одним. Если вы провязали 5, 6, 7, то в какой-то момент вы вспоминаете, что можно и вот так, а можно и вот так, а можно и сяк. То есть если вы не провязали, если вы чего-то не знаете, то вы не знаете, чего вы не знаете. Очень многие говорят, что зачем мне это провязывать, если мне нужно будет, я пойду в интернет и найду. Ну пойдите, найдите. то как бы ставлю себе задачу сходить в интернет и найти интересную горловину, да, то есть сходить в интернет найти интересный рукав, найти интересный карман, найти интересную горловину, найти интересный подол и так далее. То есть вы же не будете… А даже если вы найдете где-то интересный вид изделия, вы не будете знать, как это связано, а наша задача курса, чтобы вы посмотрели на какое-то изделие и уже знали, как оно связано, потому что мы проходим основные очертания изделий, выкройки, схемы. То есть когда вы будете видеть чье-то изделие, то вы будете понимать, что мне вот такое не пойдет. У меня, например, полная шея, поэтому мне нужны не круглые горловины, а какие-то другие. В-образные. В-образные, либо еще какие-то. Поэтому, проходя все элементы нашего курса, вы узнаете, как это делается, но потом, увидев это изделие на ком-то, вы подстраиваете его под себя. Именно поэтому мы проходим множество воротников, в том числе третий урок – это воротники вот такие цельновязные. Цельновязные воротники вообще мало кто использует, потому что, в принципе, о них даже не подозревают, об их существовании. О них не знают. И те, кто говорит, пойду в интернет и найду, не пойдете, не найдете, потому что схемы выкройки этих воротников просто нет. Так может быть, кто-то и вяжет, но как они вяжутся, вы этого не найдете. Марина говорит, свитер – очень важный рубеж, потом намного легче будет. Да, это вот как переход из одного потока в другой поток, потому что сейчас идет активное накопление информации. Четвертый курс вы уже начинаете эту информацию применять, потому что вы переходите уже однозначно от кукол на себя. То есть мы понимаем, что девочка созрела, уже как бы выросла. Уже не страшно, уже можно. Кукла – это отлично, но тоже до какого-то момента. Потом, если вы видите вещь, которая вам нравится, вы вяжете ее себе. То есть отработку вот таких вот воротничков, там, планочек и всего, вы можете продолжать делать на куклах. Но, начиная с четвертого курса, мы все-таки уже призываем вязать это на себя. И четвертый урок – это все-таки уже осенний джемпер, который вяжет, ну, мы не стали приводить слайды, все вяжут на себя, никто не копирует это прямо один в один. Ну, я на занятии показывала разные изделия. Если кому-то интересно, зайдите в интернет, там на том же YouTube и предыдущая запись, как раз у нас урок. И вы можете посмотреть в самом конце и показывать, как девчонки вяжут по этому уроку изделия на себя. Ну, и также бонус – швы отделочные по окончании именно этого курса. Что такое бонус? Это значит, если вы сдали все четыре задания по этому курсу, то вы получаете швы отделочные. Второй бонус – это четыре урока по сиделке без отчетов. Это предоставляется тем, кто закончил предыдущий курс с отличием, то есть как бы сдал все четыре задания. И бонус номер три – это текущий марафон. Марафон, то есть бонусы 2 и 3 предоставляются при переходе на пятый курс. Так вот текущий марафон следующего месяца – это все-таки мы понимаем, что год свиньи рисовала, рисовала, похоже.